И к другим новостям. Праздничным накануне наша страна отметила День России. Юные граждане получили паспорта из рук губернатора. Гуляния развернулись на десятках площадок по всему краю. Виктория Середа о том, как отметили праздник жителей Краевого центра. Все началось еще утром, когда на главную праздничную сцену вышли участницы конкурса «Мисс Россия Ставрополь». Каждая из девушек подготовила свой уникальный образ. Это образ России, созданный студентками города Ставрополь. Точнее, не столько студентками, сколько учебными заведениями. Они выбрали кандидата, девушку, которая символизирует Россию. И вот девушка выходит на сцену и рассказывает, почему именно так она выглядит, почему именно такой образ. В своем образе я хотела передать всю красоту России, ее традиции, обычаи. И своим номером я хотела поздравить всю Россию с этим прекрасным праздником. В празднике на Крепостной горе приняли участие тысячи человек. Это жители и гости Ставрополя. Среди них были и известные люди, политики, руководители и общественные деятели. Многие из них поздравили ставропольцев в режиме реального времени в прямом эфире своего ТВ. Там есть много праздников. Есть любимые праздники, есть более нами любимые праздники, может менее любимые. Но это праздник нашей страны, это праздник тех людей, которые живут в этой стране. И это праздник тех людей, которые хотят, чтобы эта страна была нашей навсегда. Судя по улыбкам жителям города Ставрополя, оно нравится и видится, что с каждым годом праздник будет отмечаться еще с большим и большим размахом. А в Краевом правительстве 12 июня губернатор вручил паспорта юным жителям Ставрополя. Лучшим из лучших. Спортсменам, отличникам, лауреатам конкурсов. Этот документ – это тот документ, который выставляет вас как человека, как гражданина своей большой страны. И вы должны беречь документ и любить свою страну. День России в этом году сплотил абсолютно всех, в том числе активистов и общественные организации. Людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, детей войны и многих-многих других. На проспекте Октябрьской революции они устроили настоящее театрализованное представление с песнями и танцами. Собрались сегодня показать свое творчество и попраздновать вместе этот великий праздник. Показать свое мастерство, свои стихи собственного сочинения. Здесь и общество глухих, и общество слепых, общество инвалидов, дети войны, общественная организация детей-инвалидов, больница. Люблю это дело. Что-то делать надо обязательно. Знаю, что работы моим нравятся. Я их не продаю, а дарю за свою бытность. Я подарил, моя бабушка посчитала около 26 лет. Это память. Когда продашь, человека забывай. Вот такие пейзажи. Пейзаж – это такая картина, которая нравится всем. Всем дети природы. Поэтому я пишу вот эту природу давно уже. Пожалуй, одну из самых ярких акций в День России подготовили ученики Ставропольского президентского кадетского училища. Ее название – «Мы говорим с Россией». Кадеты танцуют, поют песни, читают стихи и даже собирают поздравления от горожан в адрес любимой страны. Мы впервые проводим такую акцию «Мы говорим о России». Сегодня мы сделали праздник для наших кадет, для родителей и для всех горожан. Мы любим нашу страну, любим Россию, любим наш город, любим край. Александровская площадь в этот праздничный день перевоплотилась в настоящую творческую мастерскую под открытым небом. Юные художники приобщают всех жителей к прекрасному. Здесь пишут картины и даже создают целое произведение искусства на асфальте при помощи мелков. На протяжении всей композиции – это российский флаг, он у нас сегодня главный, триколор. И он, опять-таки, очень здорово перекликается с стилизованными облаками и полями, где тоже читаются вот эти моменты этого храма. И вот такая вот декоративная композиция, вот скоро ее уже ребята доделают, вот так коллективно. Она будет очень большая, тут облакам, правда, две дорожки есть для того, чтобы у нас горожане могли на нашу площадку проходить. Ну, у нас тут должна быть мельница и береза. Ну, готовились мы не очень долго, и мелками, в принципе, тоже не очень сложно рисовать. Настоящий кукольный театр, массовый флешмоб, песни, танцы и много других развлекательных площадок подготовили воспитанники и педагоги Ставропольского дворца детского творчества. Сегодня мы организовали две площадки. Первая, перед дворцом детского творчества, она рассчитана на детей, которые посещают детские сады, и на ребят, учащихся в начальной школе. То есть здесь более такая игровая зона, ребята могут и на батуте попрыгать, кукольный театр здесь. А есть еще у нас и другая территория. Та территория, она больше рассчитана на детей, скажем так, подросткового возраста. То есть там у нас получился такой некий слет творческих объединений всех ребят, которые обучаются во дворце детского творчества. Ну, а самая бодрящая площадка возле этой сцены, где выступают лучшие рок-коллективы дворца детского творчества. Площадь двухсотлетия сплотила в День России спортшколы Ставрополя. Они продемонстрировали свои достижения и таланты. Здесь выступили любители боевых искусств, акробатики и велоэкстрима. Одна из самых главных задач – зажечь азарт и привлечь новых воспитанников. Многие гости праздника даже успели записаться в секции. Сегодня подходили, спрашивали, где записаться можно, в какие секции можно записаться. Брали визиточки, договаривались, что придут в сентябре и отдавать будут своих детей в спортивные наши школы. Это лишь небольшая часть праздничной программы и акции в Краевом центре. Еще активные ставропольцы пели романсы, смотрели фильмы, фотографировались и просто получали удовольствие от прогулки по городу. Виктория Середа, Павел Яндовицкий, Леонид Нечапуренко, Александр Григоров, Андрей Яценко, Александр Колодко, Ставропольское телевидение.